Привет! Представьте, что Земля — это игра, со своими разработчиками, обновлениями, банами, нерфами, DLC, апдейтами и так далее. И тирлист в этой игре иногда может показаться стабильным и неизменяемым. Но на самом деле, серьезные обновления меты случаются не так уж и редко, особенно когда открываются новые точки доступа к ресурсам. Билды, которые хорошо приспосабливаются для использования этих новых точек, могут значительно подняться в списке уровней. Одно из таких обновлений произошло, когда люди открыли способность хранить еду. Это значительно повысило выживаемость людей, дав им постоянный источник опыта даже во время суровых зим или голода, конечно, если они могли защитить свои запасы. Эти запасы были невероятно ценными и с самого начала привлекали к себе целые колонии крыс и других вредителей, которые опустошали их при первой же возможности. И хотя у этих людей эпохи неолита все же были некоторые методы защиты своего драгоценного зерна, в конечном счете их спасение пришло в виде низкоуровневого хищника, который едва сводил концы с концами в североафриканской саванне. Это билд дикой кошки. Существо, которое, будучи одомашненным, превратилось в одного из самых жестоких хищников современной мете. Но что же такого есть в домашнем коте, что делает его такой высокоуровневой угрозой? И как получилось, что именно дикая кошка лучше справлялась с нашествиями вредителей, чем другие билды? Чтобы по-настоящему объяснить успех домашнего кота, нам нужно вернуться в прошлое и начать нашу историю сразу после одного интересного апдейта. Это обновление предоставило млекопитающим доступ к новой способности под названием Зубы Хищника, побочной ступени Древа Навыков, которая позволяет пользователям получать дополнительный опыт за охоту. Вроде бы мелочь, но это полностью изменило игру и привело к появлению новой гильдии плотоядных, в которую входят многие из самых популярных билдов хищников в текущей мете. Плотоядные делятся на две группы, собакообразных и кошкообразных. Собакообразные более универсальны по своей природе и вкладывают много очков опыта в уже существующие Древа Навыков, позволяющие им эффективно питаться падалью, фруктами или тиммейтами из соседнего клана. Они также, как правило, обладают большой выносливостью, что позволяет им бегать на большие расстояния. Кошкообразные, с другой стороны, начали вкачивать другие перки, призванные повысить эффективность их игровой тактики. Способность под названием языковые сосочки позволяет кошачьим извлекать еще больше пользы из свежих жертв. Вместо того, чтобы вкладывать много очков опыта в обоняние, кошачьи формы, как правило, больше внимания уделяют способностям слуха и зрения. Это не помогает им в сборе падали и собирательстве, поскольку такие предметы, как мертвые тушки и ягоды, не издают звуков. Однако, это позволяет невероятно эффективно обнаруживать спрятавшуюся добычу. Кроме того, в соответствии с первым крупным достижением плотоядных, кошачьи формы также уделяют гораздо больше внимания развитию специализированных зубов, оптимизируя стиль укуса, чтобы наносить огромный урон и более эффективно удерживать добычу, нанося дополнительный урон своими когтями. А еще добавьте к этому способность к засадной охоте, которая хорошо прокачивается скрывающимися когтями и камуфляжным рисунком меха, и вы получите настоящую машину-убийцу, играющую по стелсу. На самом деле, во времена версии ледникового периода, кошачьи были настолько доминирующей угрозой, что многим другим хищникам было очень трудно с ними конкурировать. В текущей мете, кошки также остаются настоящими доминаторами, практически на каждом крупном наземном сервере. По сути, каждый кот, включая даже тех, кого так хочется потискать, представляет угрозу не только для тех, кто находится в аналогичной весовой категории, но даже для тех, кто значительно превосходит их по комплекции, несмотря на то, что показатели силы у хищников, как правило, довольно скромные и нивелируются эффективным использованием критических ударов. Опытный кошачий игрок может уничтожить практически кого угодно. В то время, как большинство игроков кошачек беспределили в высших весовых категориях, одно из ответвлений их фракции решило отказаться от более крупных размеров в пользу нескольких новых способностей, призванных извлечь выгоду из слабых мест, обычно встречающихся в более низких весовых категориях. Так что же делает домашнюю кошку такой имбой? Начнем с краткого обзора ее характеристик. Это персонаж с интеллектом выше среднего, невысокими защитными характеристиками, приличным уроном, скрытностью выше среднего, высокой мобильностью и прокачанными чувствами. При этом кошки не умеют пользоваться инструментами, у них нет способности раздавливать кости, их укусы не ядовиты, они не могут менять цвет, не являются танками, но, тем не менее, свои уникальные способности у них есть. Для начала, кошки, как и всем ликопитающие, обладают признаком теплокровности. Это дает им улучшенную регенерацию выносливости, большую устойчивость к повреждениям и кучу других полезных преимуществ. Но поддержание постоянной температуры тела означает, что им нужно охотиться гораздо чаще. Кошки также могут передвигаться чрезвычайно тихо, благодаря мягким подушечкам на лапах и выдвижным когтям, что позволяет им легко подобраться к добыче на расстоянии атаки, умело используя укрытие. Ну окей, все виды кошек, и большие, и маленькие, обладают этими способностями. А что насчет чего-нибудь особенного для домашних кошек? Давайте рассмотрим их основную способность, основанную на их зрачках. Эта способность дает домашним кошкам чрезвычайно точное восприятие глубины, превосходящее все остальные чувства. Это позволяет им точно определять оптимальную дистанцию для прыжка, значительно увеличивая их шансы нанести критический урон и вывести из строя цель до того, как она успеет отреагировать. При этом низкие защитные характеристики кошки являются ее главной слабостью. Они функционируют как своего рода стеклянная пушка, у которой очень мало возможностей для контратаки при нападении. Можно также предположить, что, учитывая высокую подвижность кошек, их основная защитная стратегия заключается в том, чтобы просто убегать, когда дело становится горячо. И хотя их максимальной скорости часто бывает достаточно, чтобы сбежать от опасности, когда это необходимо, вместо этого кошки используют свои характеристики мобильности немного иначе. И именно здесь проявляется один из самых поразительно эффективных аспектов домашней кошки. Они используют свою невероятную ловкость для уклонения от атак, и, что самое интересное, для отражения этих атак. Поскольку их невероятное восприятие глубины дает им такую высокую точность при нападении, они могут использовать удар когтями, чтобы блокировать входящий урон. Пропущенный удар может привести к серьезному повреждению, но если ты будешь достаточно хорош, то сможешь отражать атаки практически от кого угодно и потенциально даже открывать возможности для контратаки. Домашняя кошка – это смертоносная смесь невероятно атакующей мощи змеи и энергии млекопитающего. Но почему этот стиль игры позволяет так хорошо кооперироваться с игроками-людьми? По сравнению с собаками, они кажутся гораздо менее полезными членами команды. Люди нарушили правила игры и стали лучшими в своем классе, используя скоординированные командные стратегии и инструменты, чтобы максимально упростить свое противостояние с крупными млекопитающими. И собаки легко вписываются в эту тактику игры, поскольку они могут помочь выслеживать крупную добычу, а также находить потенциальных хищников и их засады. То, что добудет человек вместе с собакой, будет поделено между всеми тиммейтами. Собаки также отлично подходят для обороны, так как они могут наблюдать за лагерем и предупреждать членов отряда о приближении врагов. А вот кошки, как правило, довольно бесполезны в этом отношении. У них и близко нет выносливости, необходимой для преследования добычи на больших расстояниях. Они не могут сражаться в честном поединке с таким телосложением и далеко не так надежны для раннего оповещения о приближении противника. Но после того, как человечество открыло способность к сельскому хозяйству, игроки начали замечать дополнительные уязвимости, о которых им раньше даже не нужно было заботиться. Уязвимости, с которыми даже собаки не могли помочь. Действуя в соответствии со стратегией охотников-собирателей, люди могли в принципе игнорировать все билды в низкой весовой категории. Крысы и птицы не представляют угрозы для людей, а также не стоят усилий по их уничтожению. Поэтому для людей имеет смысл просто сфокусироваться на более крупных противниках. Однако, когда акцент смещается на сельское хозяйство и хранение продуктов питания, те же самые билды, которые люди игнорировали раньше, внезапно становятся одной из самых больших угроз. Если напасть на зернохранилище и уничтожить его запасы, то можно легко стереть с лица земли целое поселение людей. Поэтому было крайне важно обеспечить надлежащую безопасность этих хранилищ. Собаки просто недостаточно эффективны в борьбе с вредителями. Они не могут лазить в маленьких узких пространствах и не могут передвигаться незаметно, чтобы поймать коварных вредителей. С другой стороны, кошки превосходно справляются с этой задачей и обладают другими преимуществами, главным из которых является то, что они не требуют особого ухода. Несмотря на то, что они являются социальными существами, они охотятся в одиночку, поэтому им не требуется никакого руководства или внимания со стороны членов их группы, чтобы выполнить свою задачу. И тот факт, что кошки обычно не делятся добычей, на самом деле является скорее преимуществом, чем недостатком. Единственное, чего кошки реально требуют от людей, это совместного проживания в их жилищах. В дикой природе кошки обычно используют норы или пещеры в качестве убежищ, но они уязвимы для нападения, а вот человеческие поселения значительно безопаснее. Если говорить о безопасности, то несмотря на то, что кошки являются чрезвычайно смертоносными охотниками, они представляют очень малую опасность для людей. Это огромные преимущества, например, перед змеями, которые теоретически могут объединяться с людьми для достижения той же цели, но на практике они слишком опасны, чтобы рисковать и держать их поблизости. Тот факт, что кошки теплокровны и поэтому нуждаются в еде чаще, чем змеи, также является скорее преимуществом, чем недостатком, поскольку это означает, что им нужно всегда оставаться на стороже. Так что, несмотря на то, что люди часто спорят о том, какой билд является лучшим дополнением к их игре, правильным ответом на самом деле будет и то, и другое. Собаки оказывают огромную помощь в поединках с крупными билдами, в то время как кошки прикрывают ваши слабые стороны в борьбе с мелкими вредителями. Наличие в вашем отряде и тех, и других скрывает все ваши слабые стороны и позволяет использовать гибридный стиль игры, сочетающий охоту и земледелие. А еще не забудьте подписаться на мою телегу, чтобы в случае полной блокировки ютуба продолжать смотреть мои видосы. Тем более, что в телеге я выкладываю видео, которых не будет на этом ютуб канале. А еще там куча интересных текстовых постов, так что будет интересно, не пожалеете. И спасибо большое Косминогу, Булджать, Когда Пчелинная Война, Чаку Тестеру, Итану Паркеру и... Эшкере? А также другим платным подписчикам, которые поддерживают мою работу материально, покупая платную подписку на Бусти, Ютубе, Спонсоре или Патреоне. И еще раз спасибо всем вам за ваши просмотры, лайки, комментарии и репосты. Субтитры сделал DimaTorzok